вот интересная ситуация смотрите у моей подруги трое детей дочь и два сына один воюет другому когда началась полномасштабная война было 17 сейчас уже 18 и он тоже хочет идти воевать так а я говорю ты с ним разговаривал ты его как-то настраивала то есть это влияние старшего брата влияние тебя почему здесь второй сын последний твой сын хочет воевать могут он сам по себе он он сам по себе и не уже кто-то его настраивал нет он сам по себе сыновья которые записываются они не советуются с матерьми они не год мама я вот эти дни тут мысли да вот шатаются идти не идти мама говорит пожалуйста сыночка останься дома ну хорошо мама ты сказала я буду нет в украине так не работает в украине сын решил и он даже мое может сказать мама я там в тиробарона сам записался понимаете вот другой случай опять же это подруга рассказывать что ее односадник они вместе с диском она его знает детского сада потом школа все в общем короче она его знает всю жизнь пятьдесят три года он на последние сколько-то лет жил в польше по европейским стандартам и стандартам его жизнь хорошая то есть у него квартира в украине есть квартира в польше дочь взрослая внук все замечательно началась война он бросает все и говорит если не я то кто будет защищать украину есть позже приехал я обращаюсь к тем кто выехал из украины нелегально почему вы не подпись не заходите в ну вот ваши эти украинские посольства и и ну не объявляйте кто вы есть ну что вы готовы там быть предоставлены украине если что-то как бы как можно вот так вот жить якобы вы беженцы якобы вы ну на этих пособиях как как пиздец какой-то и даже и вы не заявили что вы есть и потом доверите много украины которые сын поступил учиться сын пошел там куда-то вроде как учиться делать все что возможно чтобы сын не пошел это же пиздец какой-то ну даже пиздец какой-то люди бросают учебу чтобы идти воевать и в то же самое время вы говорите вы тут знаете украина действительно поделилась она поделилась на людей которые если не я то кто и на люди а сэа почему я